Целый век на страже знаний. Сто лет со дня основания отметила одно из старейших образовательных учреждений Люберец, гимназия номер один. Юбилей учебного заведения отпраздновали во Дворце культуры. Там состоялся концерт, а также награждение коллектива и руководства гимназии. Хотелось бы всех поздравить с этим праздником и от души пожелать творческих успехов, здоровья и благополучия. Я считаю, что гимназия номер один, она должна быть всегда первой во всем. Действительно, по многим параметрам гимназия номер один занимает лидирующие позиции. Ежегодно она выпускает настоящих умников и умниц. А в 2017 году и вовсе побила рекорд в городском округе по количеству медалистов. Их тогда было 15. Безусловно, это результат стараний и трудов педагогического коллектива. С 2015 года входит в число общеобразовательных учреждений Московской области, учреждений, которые добились высоких успехов в воспитании и образовании подрастающего поколения. Символично, что новое столетие гимназия начинает с новым руководителем. С этого учебного года учреждение возглавляет Наталья Соловьева. В этот праздничный день прозвучали слова благодарности и предыдущему директору, Зинаиде Новичковой. Она посвятила работе в гимназии 30 лет своей жизни. В первой гимназии я бываю гораздо чаще, чем в своей родной школе. Я вот с любовью, Зинаида Ивановна, вручаю вам вот эти красные розы. И с верой и надеждой вручаю эти прекрасные белые розы Наталье Николаевне. Ну и какой праздник без подарков? В честь столетнего юбилея коллективы гимназии номер один вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей. На эти средства будет закуплено компьютерное оборудование. Луизия Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.